Подведены итоги четырехдневных состязаний стрелков в Мирген-2016. В них приняли участие спецназовцы из четырех стран. Лучшими снайперами подразделений антитеррора признана команда из России. Второе и третье места завоевали бойцы из Казахстана. В течение четырех дней воинам пришлось продемонстрировать свое искусство в самых разных условиях. Столько снайперов одновременно можно увидеть только здесь, на соревнованиях. Во время же выполнения боевых задач стрелка, наоборот, должно быть не видно и не слышно. Но именно от его подготовки зависят порой жизни не только остальных бойцов групп антитеррора, но и мирных жителей. Стрелок из Шимкента Валерий говорит, что их работу часто сравнивают с работой хирурга. На твоих плечах лежит большая ответственность. Многие снайперы сравнивают с хирургом. То есть нужно сделать внутренний нужный момент, нужный надрез и ампутировать нужное нам, либо мешающее как нам, так и нашему обществу вещество, либо организм, либо еще что-нибудь. Сегодня снайперская винтовка это почти компьютер. Она рассчитывает скорость и направление ветра, дальность прицела и многие другие факторы. Но в момент захвата террористов все эти чудо-свойства не будут играть роли без хорошо подготовленного специалиста. Снайпер это единое целое. Прицел, винтовка и сам. Здесь большую роль играет психологическая подготовка. Насколько ты осознаешь то, что ты делаешь. Здесь все зависит от того, как ты подготовился к этому. Каждый выстрел это очень большая затрата энергии, своих сил, как эмоционально, так и психологически. Концентрация внимания и другие остальные факторы. В состязаниях МИРГЕН-2016 участвуют представители спецназов из четырех соседних стран Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. И кроме того, что каждая пара стрелков, а работают они всегда с напарником, должна показать личные результаты. Еще одна задача учений – опыт взаимодействия. Снайперы антитеррора – это особая каста в подразделении специального назначения. Если полицейские снайпера работают на дальностях до 300 метров, военные работают на дальностях свыше километра и на километры дальше, то снайперы антитеррора обязаны работать с высокой точностью и с высоким профессионализмом. И на небольших дальностях до 300 метров, и на больших дальностях военных. Заряжай! Кроме того, снайпер-антитеррор должен уметь работать в любых условиях – и в горах, и в многолюдном городе. Именно поэтому состязания проходили в несколько этапов. Снайперы отстрелялись в горах, в степи и в ночных условиях. Татьяна Напольская, Мухит Кудыгбаев, Алматы, 24КЗ.